Шахматы Музычук, герои нашей программы Знак зодиака Дева, рыба Цветок Сложно сказать, но скорее всего роза Ну может быть тоже с розой Любимое время года Лето, весна Старшая из сестер Анна родилась во Львове в 1990 году Мария двумя годами младше появилась на свет в городе Стрый Это в 70 километрах от культурной столицы Западной Украины Там семья Музычук живет и сейчас Родители девочек Олег и Наталья тренеры по шахматам Любовь к этой игре привили девочкам с раннего детства Именно любовь Потому что насильно никто не заставлял Как известно, из-под палки великими гроссмейстерами не становятся Я считаю, что в шахматы можно играть тем людям, которым нравится эта игра Потому что очень часто я замечаю, что родители отдают своих детей на шахмат А им это не нравится Но я просто считаю, что это неправильно, когда дети мучаются То есть каждый должен заниматься тем, что ему по душе У нас в Строе есть парк И в парке площадка выложена такими большими, где-то метр на метр Были такие квадратики, плитка в квадратиках И на этих квадратиках папа учил нас, как ходят фигуры Это как ходит ладья, да? Прямо по вертикали, например, горизонтально И я помню, как мы прыгали вместе по этим квадратикам Это как игровая форма Занятия дома будущие чемпионки чередовались с посещениями шахматного клуба в городе Стры Где работали их родители Играли в основном со взрослыми Детей там занималось немного, а их уровни и подавно В 10-летнем возрасте девочки уже могли обыграть и папу, и маму Хотя попытки победить родителей были гораздо раньше Я помню, когда я первый раз обыграла свою маму То есть я была очень маленькая, но естественно, что я играла намного слабее Но так вот получилось, что мы играли с ней партию И тут я вдруг вижу мат в один ход Я так быстро, очень радостно ставлю этот мат и говорю Ура, я победила Ну где-то спустя два года я поняла, что мама на самом деле Просто специально проиграла эту партию Для того, чтобы я обрадовалась и была счастлива Ранние успехи на турнирах мотивировали сестер заняться шахматами профессионально Мария выиграла чемпионат Украины среди детей до 10 лет Потом в этой возрастной категории была третьей на чемпионате Европы И второй на чемпионате мира К Ане мировая слава пришла еще раньше В 6 лет я уже выиграла чемпионат Европы среди девочек до 8 лет И так как бы в следующих тоже категориях постоянно принимали участие Было очень много побед на юношеских чемпионатах Европы и мира 13 лет Анна выиграла чемпионат Украины среди взрослых В 17 стала международным мастером А в 22 получила титул гроссмейстера Но уже не в Украине, а в Словении Решение выступать в другую страну далось нелегко Это случилось из-за конфликта с тогдашним руководством Федерации шахмат Украины Я в 13 лет выиграла взрослый чемпионат Украины Но потом как бы меня не взяли в сборную Я не поехала на Олимпиаду Были другие обещания, они не выполнялись И в связи с тем, что тебе даже не помогает, а просто препятствует Препятствует было, поступило предложение И я посоветовалась с родителями Мы решили, что можно перейти Выступая за Словению на протяжении 10 лет Анна Музычук стала чемпионкой мира среди молодежи до 20 лет Бронзовой призеркой чемпионата Европы и чемпионкой мира по Блицу 2014 года В этом же году поменялось руководство Федерации шахмат И Анна снова получила долгожданную возможность выступать под украинским флагом В составе национальной сборной вместе с сестрой Она дважды становилась бронзовой призеркой всемирной шахматной олимпиады в команде На чемпионате мира по быстрым шахматам в Катаре В 2016 году Анна Музычук выиграла соревнования сразу в двух дисциплинах В Рапиде и Блице Город Монте-Карло Понравилось Женеве Любимое блюдо Шоколад Это не блюдо, но в принципе из еды не больше нравится всего шоколада Я думаю, что посерьезнее назвать Нормально Любимый напиток Коктейли, сок Не знаю, все по настроению Латы Звездный час Марии Музычук настал 5 апреля 2015 года в Сочи Она стала 15-й чемпионкой мира, победив в финальном поединке из четырех партий россиянку Наталью Погонину Тогда же Марии было присвоено звание Гроссмейстер Через год во Львове действующая чемпионка мира не смогла защитить титул в матче с китаянкой Хоуи Фань На мировое первенство 2017 года в Иране за недостающим в ее коллекции титулом чемпионки по классическим шахматам поехала Аня Одним из требований организаторов к участницам соревнований нужно было обязательно покрывать голову в общественных местах Несколько платков я брала с собой, потому что женщина должна сразу его надеть при выходе из самолета То есть, выходишь и сразу вот платок Для Анны Музычук это был уже шестой чемпионат мира Свой статус фаворитки она подтвердила выходом в финал, где ее соперницей стала китаянка Тань Джунь Этот напряженный поединок длился несколько дней По итогам четырех партий с классическим контролем времени была зафиксирована ничья 2-2 Дальше чемпионский титул разыгрывали на тайбрейке в быстрых шахматах В итоге победа все же досталась китаянке Полтора на 0,5 По классическим чемпионат мира это, во-первых, один из совсем немногих турниров, которые у нас проводятся по нокаут-системе И который проходит почти месяц Это очень долго, обычно у нас турнир две недели Плюс турнир как-то как нокаут и ты можешь выбыть почти каждый день, каждая партия может стать последней То это очень высокое нервное напряжение, играть намного тяжелее, чем другие турниры Мария верит, что сестра вскоре осуществит и эту свою мечту Такая у них семейная черта характера, если что-то задумали, обязательно добиваются Она была очень близка к этому, да В 2017 году Анна Музычук получила свой первый спортивный Оскар в номинации вместе с Олимпийцами на церемонии Героя Спортивного Года Награждение в Киев приехало вместе с сестрой В прошлом году такой же статуэтки удостоилась Мария, желающих сфотографироваться с шахматными королевами хоть отбавляй Сама же Аня болела за гимнаста Олега Верняева, именно он в итоге стал лучшим спортсменом года Мы все-таки все спортсмены, и я думаю, что мы в первую очередь все-таки все одна семья Естественно, все претенденты здесь достойны победить Здесь олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы Конечно же, это люди, с которыми очень приятно быть в такой компании Сестры Музычук очень дружны, хоть и такие разные по характеру Спокойная и серьезная Анна любит проводить время с семьей и подругой Почитать книгу, посмотреть фильм Эмоциональная и улыбчивая Мария обожает походы по магазинам Но в общении друг с другом они умеют находить золотую середину Да, я очень люблю Шопин, но, к сожалению, моя сестра меня не поддерживает И вот так часто случается, что мы приезжаем после соревнований Я говорю, Аня, ну вот может все-таки у нас сейчас есть свободное время Ну давай пойдем куда-нибудь Она говорит, нет, нет, я не хочу И тогда мы пытаемся находить какой-то компромисс У шахматистов нет нормированного рабочего дня, например, с 9 до 18 Ведь подготовка занимает очень много времени Непрофессионалу в этом деле сложно понять все тонкости процесса Но Аня попыталась нам объяснить У нас есть дебютная подготовка, то есть мы с помощью компьютера Потому что компьютер сейчас играет сильнее, чем даже чемпион мира среди мужчин Потому что он может просчитывать очень много комбинаций То есть с помощью компьютера мы изучаем эту начальную стадию Первые ходы, разрабатываем свои варианты, которые мы будем потом на турнирах применять Потом есть вот там середина игры, эйшпиль Там тоже есть как бы свои типы позиций, свои там разные нюансы, разные темы, которые тоже изучаются Конечно, сестры не раз встречались за шахматной доской как соперницы на турнирах Дома тоже приходилось играть на желание Шахматные турниры там по блицу, я не знаю, может один-два раза проводили Но это больше так, знаете, как развлечение Нет, ну раньше, когда мы еще были помоложе, когда была борьба, то все-таки были там Турниры, да, на мятье посуды, на выборку, было такое Помимо шахмат в свободное время девушки занимаются фитнесом, иногда и игровыми видами спорта Интерес к другим видам спорта – это тоже немалая заслуга их родителей Когда мы были очень маленькими, то родители с нами ходили, и мы играли то в настольный теннис, то в баскетбол, то в волейбол Ну так как папа, когда был в детстве, он сам занимался волейболом Так что ему было даже проще нас там чему-то научить И вот я всю свою жизнь помню, что мы были такой спортивной семьей, и я тому рада Существует мнение, что умные девушки вызывают восхищение противоположного пола и в то же время отпугивают его И совершенно напрасно наши шахматные королевы свои короны одевают исключительно на соревнования В жизни они милы и открыты в общении Ну понятно, что шахматы забирают у нас очень много времени, но в то же время я не считаю, что это какая-то проблема Или вечером куда-то поедить, с кем-то познакомиться То есть это все больше зависит от конкретного человека То есть я бы даже больше хотела, чтобы он не играл в шахматы Всего три шахматистки в истории Украины играли в финале женского чемпионата мира Две из них из одной семьи В 2012 чемпионкой стала Анна Ушенина В 2015 Мария Музычук А в 2017 титул вице-чемпионки достался Анне Музычук И похоже, это только начало победного шествия украинских королев по мировой шахматной доске Субтитры создавал DimaTorzok